В 1933 году на территории Германии началось создание нового государства со своей собственной системой внешней политики, идеологией, экономикой, армией, правоохранительной и карательной системами, системой образования. Существование этого государства на протяжении 12 лет принесло миру неисчислимые беды. Была развязана Вторая мировая война, унесшая жизни десятков миллионов человек. Были уничтожены тысячи и тысячи городов, поселков и деревень. Сотни миллионов людей остались с исковерканными судьбами, а число детей, оставшихся круглыми сиротами, не поддается исчислению. Третий рейх в переводе Третья империя. Так называлось государство, созданное Гитлером при поддержке немецкого народа в 1933 году. Раз третья, значит были еще две. Первым рейхом считалась средневековая Священная Римская империя германского народа. Потом последовал многовековой период национальной раздробленности, что в значительной степени сказывалось на ходе развития Германии. Кроме того, идеи демократии и парламентаризма, получившие столь быстрое развитие в Англии в 17-18 веках и всколыхнувшие Францию в 1789 году, не затронули Германию. Политическая незрелость страны, ее раздробленность на множество мелких государств и изолированность немцев от бурных течений европейской мысли привели к отставанию Германии от других стран Запада. Естественное развитие нации тормозилось. Второй рейх – это империя, созданная Бисмарком в 1871 году. Бисмарк сумел объединить примерно 300 мелких и мельчайших немецких государств. Обе империи прославили Германию. Гитлеровская Германия изображалась как логическое продолжение всей предыдущей истории. Понятие «империя» предполагает включение в состав единого государства разных стран и народов. Первая империя включала почти всю континентальную Европу, за исключением Восточной. Третья также. Принято считать, что система выборов является достоинством и силой демократической формы правления. Гитлер пришел к власти в существовавшей к тому времени республике самым демократичным способом – победил на выборах. В сентябре 1930 года нацисты собирают в свою поддержку 6,5 миллионов голосов и становятся второй по численности фракции парламента – Эйхстага. На выборах в президенты 1932 года Гитлер собирает 13,5 миллионов голосов. И это число выглядит весьма значительным в сравнении с 5 миллионами голосов вождя коммунистов Тельмана и почти 19,5 миллионов голосов фельдмаршала Гинденбурга, ставшего президентом на второй срок. 2 августа 1934 года Гинденбург умер. По результатам плебисцита, проведенного в середине августа, президентство было упразднено, а Адольф Гитлер был провозглашен фюрером – единоличным правителем Германии. Ну, Гитлер – демоническая личность нашей истории. Родился в Австрии в последней четверти XIX века в семье среднего достатка и вплоть до завершения Первой мировой войны личность была заурядной. Из его достаточно заурядной биографии можно выделить лишь один интересный факт, но он станет позже интересным – это когда он мечтал стать художником и поступить в Венскую академию искусств. И провалился на экзаменах. Почему этому факту делится такое большое внимание? Много людей проводится на экзаменах в Венской академии искусств. Проблема в том, что позже Гитлер обвинил в этом сионистов и возвел уточительный в ранг жидомасонского заговора. И есть некоторые стойки, которые так, полушутя, высказывают такую мысль, а что бы было бы, если бы художник Гитлер поступил в Венскую академию искусств? Ну, наверняка бы, мы бы никогда бы про него не узнали. Тогда, может быть, он уже и в статусе дипломированного художника включился бы в политику. В серии законов, принятых законодательным органом Рейхстагом, фактически учреждается однопартийная диктатура. Все последующие мероприятия были также основаны на принятых законодательным органам законах. Так что с демократией было все в порядке. Быстрый взлет Гитлера на вершину политического Олимпа имел несколько объяснений. С одной стороны, весь германский народ находился в тяжелом, униженном положении после поражения в Первой мировой войне. Кроме того, в экономике были ужасающие последствия. Безработица, голод, разруха. Гитлер быстро пообещал всем работу и курицу в супе каждому. Кроме того, подспудно он ощущал стремление немцев к первенству и поэтому пообещал быстро и эффективно вернуть былую славу нации. Первая мировая война закончилась поражением Германии и заключением мирного договора, Версальского мира. Германия должна была отказаться от значительной части своей территории, демилитаризовать Рейнскую зону и согласиться с ее частичной оккупацией на срок 15 лет, выплатить репарации, согласиться с ограничением численности своих вооруженных сил. Рейнскую зону оккупировали войска, держав победительниц. Основной угольный бассейн Германии отдавался в пользование Франции. Германия обязана была выплачивать огромные репарации. На Германию возлагалась вся ответственность за развязывание Первой мировой войны. Был запрещен союз Германии и Австрии. Соглашение требовало принятия многочисленных мер, в основном призванных ограничить военную, политическую и экономическую мощь Германии. Накладывались ограничения на германские вооруженные силы. На западе Германия должна была вернуть Франции две французские области – Эльзас и восточную часть Лотарингии, отторгнутые у Франции после франко-прусской войны 1871 года. Кроме того, Париж настаивал на передаче под французский контроль богатой полезными ископаемыми Саарской области, несмотря на то, что большинство населения Саара состояло из немцев. Левый берег Рейна и 50-километровая зона вдоль правого его берега объявлялись демилитаризованной зоной, и там союзники в основном силами французских оккупационных войск вводили режим временной оккупации сроком на 15 лет. Бельгия получила от Германии два округа, Дания получила северную часть Шлезвига со смешанным датско-немецким населением. Что касается Версальского мирного договора, мирное замедленное действие его называют по следующим основаниям. Во-первых, он уничтожил и юридически закрепил ликвидацию, развал Германской империи. Многие исконные, с точки зрения немцев, немецкие земли отошли другим государствам Европы, в том числе вновь возникшем. Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов, словенцев. Оно больше нам известно как Югославия. Оно такое название получило в 1934 году. Вот, значит, следующий, дальше момент. Национальное унижение немцев. Немцам запретили иметь призывную армию, ограничив ее профессиональной, статистичной. Был уничтожен генеральный штаб, была уничтожена вся профессиональная немецкая военная машина. Они о чем говорили рядовому немцу? Они говорили о том, что Германия унижена. Да, кстати, на Германию возложили ответственность за начало Первой мировой войны. Хотя, это очень спорный момент. Да, Германия больше всех желала начать Первую мировую войну, но тогда не было даже дискуссии о доле ответственности других стран. Немцы считали, что это несправедливо. Они не отрицали того факта, что и Германия хотела развивать войну, но при этом говорили, что этого желали другие великие державы того времени. Поэтому Версальский мирный договор представлялся немцами унизительным договором, потому что Германия на начало Первой мировой войны это вторая по темпам экономического роста держава, не то что Европы, мира, только американцев обгоняли. Это ведущие европейские державы. Версальский мирный договор не звел ее на положение не то что второстепенно, а фактически третьей степенной державы. Версальский договор ограничил численность германской армии до 100 тысяч человек, отменив и запретив введение всеобщей воинской повинности. Германия была лишена права создавать военную авиацию, танковые части и подводный флот. Германский надводный военно-морской флот подлежал ограничению, а Генеральный штаб и военная академия распускались. Из-под юрисдикции Германии были изъяты крупные порты на Балтике – Танцик и Клайпеда. В январе 1923 года на фоне прекращения Германии выплат по репарациям франко-бельгийские войска заняли Рейнскую область и поставили под контроль Рурский промышленный район. Это вызвало резко негативную реакцию в Германии и привело к сильному росту реваншистских, националистических и даже фашистских настроений в обществе. Дело в том, что в состав французского контингента ходило большое количество солдат из ее североафриканских колоний. Эта оккупация еще больше дезорганизовала экономику Германии, вызвала гиперинфляцию, рост безработицы, обнищание населения, а в некоторых местностях и голод. Между тем Франция выколачивала из Германии репарации совершенно чудовищных размеров. В апреле 1923 года союзники представили Германии счет по репарациям на огромную сумму в размере 132 миллиардов золотых марок, то есть 33 миллиарда американских долларов, что буквально всколыхнуло страну, поскольку она, естественно, не могла выплатить такие деньги. Курс марки, обычно за четыре немецкие марки давали один доллар, постоянно падал. К лету 1921 года он упал в соотношении 75 к 1, а через год 400 к 1. Германия была поставлена на колени. Все это способствовало подъему новой волны германского реваншизма и создало атмосферу, в которой к власти пришел Гитлер. Самое примечательное в биографии Гитлера начинается сначала в Первой мировой войне, когда Гитлер добровольцем от Абстрии идет на фронт, на Западный фронт. Значит, здесь данные, конечно, разнятся по поводу того, как он себя вел на фронте, потому что есть, допустим, данные о том, что он не был в передовых частях, а сидел при штабе, был такой писакой. Есть и другие сведения, которым все-таки, я думаю, стоит больше доверять, что действительно он был в передовых частях, сражался на фронте, был награжден железным крестом. И действительно был не то чтобы даже не крысой тыловой, а таким нормальным рубакой парнем. И эта, кстати, версия подкрепляется еще и тем, что мы знаем, каково было у него отношение к завершению Первой мировой войны. То есть это человек, который считал, что Первая мировая война Германии, Германия была, проиграла Германию по той простой причине, что ему было предательство совершенно внутри страны, что, дескать, там, я не буду в деталях касаться того момента, это вообще известная теория удара ножом в спину. Нам важно понять, почему Гитлер ее отставил. Потому что для него, как для человека, отдававшего в окопах Первой мировой войны все силы для победы Германии, старавшегося, ходившего в атаке и так далее, он действительно сражался. Конечно, для него было нонсенсом узнать о том, что страна просит перемирия. Компенское перемирие для него, как для его фронтовиков, было шоком. Его основным орудием стала созданная им партия Национал-социалистическая рабочая партия Германии, сокращенно НСДАП. В самом начале 1920 года Гитлер вступил в небольшую рабочую партию Германии. С 1 апреля 1920 года она стала называться Национал-социалистической рабочей партии Германии. Гитлер придавал большое значение символике партии, эмблеме, флагу. Он остановил свой выбор на флаге красного цвета с белым кругом посередине, на фоне которого была изображена черная свастика. Кресту с загнутыми под прямым углом концами, хотя и заимствованному из древности, суждено было стать устрашающим символом нацистской партии и в конечном счете нацистской Германии. Вскоре штурмовики и члены партии стали носить на рукаве повязку с изображением свастики. Идея свастики как символа нацизма не является оригинальным. Они позаимствовали изображение свастики у индусов. Там у них это символизировало цикл перевозрождения. То есть совершенно иной смысл вкладывался в то, что человек постоянно возрождается. Но там-то имелось в виду, что для возрождения, для перехода на новый этап, ты должен как минимум не делать зло другим людям. То есть здесь вся вот эта сложная индуистская философия, ведийский взгляд и так далее, все эти сложные вещи нацистами были выкинуты. Они просто взяли этот символ, который им просто понравился. Он символизирует для них идею возрождения величия, возрождения величия Германии в виде третьего рейха. А то, что это величие должно было коваться, как изначально мы видим в индийской традиции, именно добрыми делами, кропотливым трудом, это тысячелетний труд и так далее. Все это было уничтожено, выкинуто напрочь. И была зафиксирована идея, что это величие должно было лишь крепиться стальным кулаком. Но первоначальная идея о том, что это возрождение, она была взята, да, ну не птицу же фениксом изображать у себя на флаге. Они взяли вот этот символ, который ему очень понравился. Просто запал в душу. И потом, да, эта идея, она крутится, да, как бы в движении, идея и возрождения. Другое дело, что они использованием этого символа, конечно, его обесценили. Следует упомянуть о двух членах партии, которые сыграли важную роль в становлении Гитлера. Капитан Рём, служивший в штабе окружного командования армии в Мюнхене, вступил в партию раньше Гитлера. Рём увлекался политикой и от природы был неплохим организатором. Он мечтал восстановить сильную националистическую Германию и, как Гитлер, считал, что это в состоянии сделать только партия, опирающаяся на поддержку низших классов. Решительный, неистовый, подобно большинству основателей нацистской партии, он помог сформировать первый нацистский отряд головорезов, вскоре превратившийся в армию штурмовиков, который командовал вплоть до 1934 года, когда был расстрелян с санкцией Гитлера. Без содействия Рёма Гитлеру вряд ли удалось бы достичь своих целей. Рём ввёл Гитлера в круг своих знакомых, в число которых входили не только состоятельные люди, с готовностью вносившие деньги в фонды партии и материально поддерживавшие самого Гитлера, но и такие будущие помощники фюрера, как Рудольф Гесс и Альфред Розенберг. Гесс состоял в партии с 1920 года. В годы войны он некоторое время служил вместе с Гитлером, а потом стал лётчиком. По окончании войны Гесс поступил в Мюнхенский университет на экономический факультет, однако большую часть времени тратил на распространение антисемитских листовок и участие в стычках с разными вооружёнными бандами, которых было в тот период предостаточно. В один из вечеров Гесс отправился на митинг, где выступал Гитлер, увлёкся его красноречием и решил вступить в нацистскую партию. Вскоре он стал близким другом Гитлера, его преданным последователем и секретарём. Альфред Розенберг, хотя его зачастую называли интеллектуальным вождём нацистской партии и философом, также был человеком весьма средних способностей. Он был выходцем из Прибалтики. Розенберг вступил в партию в конце 1919 года. В конце 1923-го Гитлер назначил Розенберга редактором «Фелькишер Беобахтер» – ежедневной газетой партии и в течение многих лет продолжал его поддерживать, сделав мнимого философа, идеологом нацистского движения и одним из главных авторитетов в области внешней политики. Как и Рудольф Гесс, Герман Геринг приехал в Мюнхен по окончании войны, чтобы изучать экономику в университете и подпал под влияние Гитлера. Один из героев Первой мировой войны, последний командир прославленной истребительной эскадрильи Ритхофен, Герман Геринг труднее, чем другие ветераны войны, приспосабливался к будням мирной жизни. В 1921 году Геринг встретился с Гитлером и вступил в нацистскую партию. Он делал щедрые взносы в казну партии, субсидировал самого Гитлера, энергично помогал Рёму организовывать штурмовые отряды, а через год стал руководить ими. Таково было окружение Гитлера в первые годы кампании, направленной на установление единоличной диктаторской власти в Германии. В 1920 году Гитлер обратился к однопартийцам с программой из 25 пунктов. В дальнейшем эти пункты стали основой идеологии национал-социалистической партии Германии. В Третьем Рейхе практически все важнейшие пункты из этой программы были выполнены, и это привело к катастрофическим последствиям как для всего мира, так и для самой Германии в частности. В первом же пункте программы содержится требование об объединении всех немцев в единую Великую Германию. Именно на этом настаивал рейхсканцлер Гитлер, когда присоединил Австрию с шестью миллионами немцев и захватил Судеты, где проживало три миллиона немцев. Требование фюрера вернуть Германии области Польши, в которых большую часть населения составляли немцы, привело к нападению на нее и развязыванию Второй мировой войны. Одна из причин мировой трагедии кроется в том, что в период между войнами многие не замечали, игнорировали цели, которые изложил в программе партии Гитлер. В частности, безусловно, антисемитские положения программы явились довольно тревожным сигналом, который не был воспринят. Преследование и уничтожение евреев в Третьем рейхе и в покоренном им странах не были непредсказуемыми, они предписывались программой Национал-социалистической рабочей партии Германии. Уже в апреле 1933 года нацисты развернули кампанию бойкота магазинов и лавок, принадлежавших евреям. В том же месяце был принят закон о восстановлении профессионального чиновничества, преградивший евреям доступ на государственную службу. Накладывались ограничения на адвокатов еврейского происхождения. Началось изгнание евреев из высших учебных заведений. В причине еврейских погромов 1938 года они были вызваны необходимостью, с одной стороны, мобилизации сторонников нацистской партии, потому что они были очень приятны. Ну кто же откажется на халяву рожиться хорошим имуществом? Второй момент – это было предупреждение мировому сообществу о том, чтобы ребята умерили критику нацистского режима. А также это отработка приемов борьбы с оппонентами. А на самом деле, на мой взгляд, одна из наиболее важных причин, не отменяя этих причин, конечно, существовало в том, что евреи, немецкие граждане еврейского происхождения, которые считали себя немцами, они были очень широко представлены на правом политическом фланге. То есть, они были правыми, входили те же самые партии, куда входили их будущие гонители, и играли там достаточно большую роль. Их нужно было вытеснить. Использовали это все возможные способы. Погромы – это наиболее эффективный способ, с точки зрения картинки, с точки зрения подачи народным массам и так далее. Это просто, это действие, где человек, симпатизирующий нацистам, не чувствует себя рядовым зрителем. Он чувствует себя участником. Он ощущает, что это сопричатность к становящейся, усиливающейся с каждым годом немецкой тоталитарной системе. Гитлер на этом очень мило играл. Для него было, то есть, это было очень выгодно с точки зрения власти акция. Потому что она не требовала, она требовала минимальных расходов. Расходы были только на полицейских, которые должны были следить, чтобы эти погромы ограничились только еврейскими магазинчиками и кварталами. Чтобы ребята в пылу не погромили другие настоящие арийские магазины. А все остальное погромщики с собой приносили сами. То есть, да и защиту и этого не требовалось. Ну и обеспечивали еще эту всю съемку, соответственно. Да, и убирали иностранных журналистов, чтобы они не снимали неправильные вещи. Все. То есть, минимальные расходы, а эффект колоссальный. Внутренний эффект. Потому что Гитлер давно обещал своим сторонникам покончить с засилием евреев в экономике и в прочих сферах жизни. И вот погромы как способ покончить с этим засилием. Потому что начиная с 1933 года по 1938 год гитлеровцы всяческими путями, сначала мягкими путями, снимая там с должностей и так далее, подталкивали еврейское сообщество немецких евреев в Германии к тому, чтобы ребята сдали им все свои капиталы, передали им свой бизнес, уволили со всех своих постов и тихо-мирно слиняли в другие страны мира. В 1938 году стало ясно, что уехала только верхушка евреев. Основная масса евреев, которые за счету не имели средств на переезд, она осталась. Надо было что-то с ними делать. Вот их решили уже выдавливать силой. И вот погромы это был способ выдавить их силой. Пока ребята, вы не хотели уехать по-хорошему, теперь вас вынесло вперед ногами. Многие пункты партийной программы своей демагогической направленностью несомненно отвечали настроениям низших классов. В тяжелые для них времена симпатии, относившихся к радикальным лозунгам. Отметим два пункта программы, которые Гитлер выполнил сразу, как только стал канцлером. Это требование отменить Версальский мирный договор и создание сильной централизованной государственной власти. Условием достижения всех планов Гитлера было предельное напряжение исключительно всех материальных, духовных, моральных сил наций. Это могло произойти только в том случае, если бы нация была объединена некой общей идеологией. И этой идеологией стала идеология расизма, идеология превосходства германской нации над другими нациями. В условиях государства, созданного Гитлером, идеология стала не просто его составляющей частью, она стала его основой. При этом гитлеровский расизм год от года только усиливался. Нацистская доктрина объявляла внешнеполитическую экспансию правом высшей расы. 15 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге был принят первый из расовых законов – закон о защите немецкой крови и немецкой чести. В ноябре за ним последовал закон о здоровье брака. Эти юридические меры были направлены в первую очередь против евреев и цыган, которые подлежали правовой дискриминации. Смешанные браки запрещались, дабы не нарушать чистоту расы. Осенью 1937 года началась систематическая конфискация имущества и собственности евреев. В 1938 власти ввели новые принудительные меры против евреев, наложили на них контрибуцию и запретили им посещение театров и концертов, завершили конфискацию еврейских предприятий. 9 ноября 1938 года по всей стране были проведены погромы евреев. В том же году развернулась массовая отправка в концлагеря цыган. В 1939 году и особенно с началом Второй мировой войны нацистский расизм перешел от преследований меньшинств к их уничтожению. Уже в 1939-1940 годах национал-социалисты приступили к депортациям и эпизодическим казням еврейского населения европейских стран. На территориях, оккупированных гитлеровскими войсками, создавались гетто, власти разрабатывали планы выселения евреев из Европы. С 1941 года развернулось систематическое массовое уничтожение еврейского и цыганского населения Германии и захваченных земель. Кроме того, национал-социалистический режим планировал массовое истребление других европейских народов, которых он не причислял к корейской расе, славян и других, однако осуществить этот замысел нацисты так и не успели. Жертвами расовой политики стало и значительное число немцев. В рамках политики расовой гигиены нацистский режим расправлялся и с теми немцами, кто, по его мнению, занимался порчей расы или выродился асоциальными элементами и душевнобольными. Уже в 1933 году были приняты законы о принудительной стерилизации асоциальных лиц и людей, которые, как опасались нацисты, могли дать потомство, страдающие наследственными заболеваниями. В 1935 году был введен аборт по генетическим и наследственным показаниям. Тем, кого признавали больными, запрещалось вступать в брак. В 1937-38 годах антисоциальных стали в массовом порядке отправлять в концлагеря. В 1939 власти ввели программу безболезненного убийства, эвтаназии для душевнобольных и наследственно больных детей. В 1940 году распространили ее на взрослых и на антиобщественные элементы. В 1942 году заключенных, принадлежавших к этой последней категории, передали СС для уничтожения посредством труда. Всего от рук нацистов погибло не менее 70 тысяч человек, объявленных душевнобольными. Реваншистские и агрессивные планы нацистов требовали немедленных и срочных мер в экономике. Именно поэтому в 1934 году был принят новый закон. Согласно нему, Министерство экономики имело возможности предпринимать чрезвычайные меры. Фактически этот закон был направлен на укропнение немецкой экономики. В течение двух лет число предприятий было сокращено практически втрое. Все предприятия с уставным капиталом менее 100 тысяч марок закрывались. Новые предприятия с уставным капиталом менее 500 тысяч марок запрещены были к учреждению. Некоторые хозяйствующие субъекты были признаны единственными предприятиями отрасли. Во многих компаниях, крупных компаниях, вводился принцип вождизма, фюрерства. Все эти меры должны были привести к тому, что немецкая экономика укрупнится и резко возьмет высоты, которые были поставлены Гитлером для достижения главной цели – укрепления боеспособности его армии. Принятые меры позволили резко сократить безработицу и повысить уровень жизни населения. Но не это было главной целью. Эти меры способствовали в первую очередь переводу всего народного хозяйства на военные рельсы. Все это было частью подготовки к полномасштабной войне, материальным подкреплением идеологических установок. Тем самым обеспечивалась реализация программы НСДАП. Ресурсов Германии было недостаточно для осуществления планов Гитлера, поэтому с самого начала предполагался захват промышленно развитых стран континентальной Европы с целью использования их материальных и людских ресурсов. Сначала хронология важнейших событий. 16 марта 1935 года Германия отказывается выполнять положение Версальского договора о демилитаризации. 18 июня 1935 года Великобритания заключает с Германией морское соглашение, таким образом признавая отмену ограничительных положений Версальского мира. А 28 мая 1939 года Гитлер объявляет в Рейхстаге об отмене этого соглашения и о выходе флота Германии за его пределы. 7 марта 1936 года Германские войска на велосипедах въезжают в оккупированную победителями Рейнскую область. Рейнская демилитаризованная зона перестает существовать. 25 ноября 1936 года между Германией и Японской империей заключен антикоминтерновский пакт. 6 ноября 1937 года к нему присоединяется фашистская Италия. 12 марта 1938 года Германские войска вступают в Австрию и 13 марта она включается в состав Рейха. Особо стоит отметить обстоятельства захвата Гитлером Чехословакии, чей промышленный и экономический потенциал послужил основой для военного могущества Третьего Рейха. Дело в том, что когда руководство Англии и Франции окончательно убедилось в захватнических устремлениях Гитлера, они решили умиротворить его. В результате состоялась так называемая Мюнхенская конференция, получившая название Мюнхенского сговора, в течение которой 29-30 сентября было принято решение об оккупации Гитлером западной части Чехословакии, Судетской области, промышленного района, населенного преимущественно немцами. В результате этого решения уже 10 октября 1938 года немцы оккупировали Судетскую область, но никакого умиротворения не наступило. Уже 31 марта 1939 года немецкие войска вошли в Прагу и после этого оккупировали оставшиеся территории бывшей Чехословакии. Неужели англо-французские участники Мюнхенского сговора не догадывались, к какому наращиванию военной мощи фюрера приведет отдача ему на растерзание Чехословакии? Этот роковой шаг во многом предопределил и спровоцировал Вторую мировую войну. Непосредственным следствием Мюнхенского сговора и усилением агрессивных устремлений Гитлера явился договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, так называемый «Пакт Молотова-Риббентропа», заключенный в августе 1939 года. Договор для Сталина преследовал цель по возможности обезопасить СССР от нападения Гитлера. А Гитлер на время развязывал себе руки для войны на Западе. Есть действительно такая точка зрения, что Гитлер обманул Сталина, заставив его подписать «Пакт Молотова-Риббентропа». Опираясь на современные данные истории и анализы источников, можно сказать, что это не так. И Сталин и Гитлер на момент подписания выиграли в одинаковом мере. Гитлер, понятно, выиграл, я не буду это объяснять, это достаточно известная вещь. Что выиграл Сталин? Сталин выиграл время. Мы не были в 1939 году готовы к войне Германии. Он выиграл два года. Он хотел выиграть больше. Он хотел начать в 1942 году, если такой момент. Но даже эти два года, как показывает история Великой Отечественной войны, сыграли для нас большую роль. Мы подошли более подготовленными. Поэтому говорить о том, что нацисты полностью переиграли Сталин за Курчевским Пакт Молотова-Риббентропа, нельзя. Это был обоюдно выгодный договор. 23 марта 1939 года министрами иностранных дел Германии и Литвы был подписан договор об уступке Литвой Германии своей Мемельской области. 1 сентября 1939 года началось немецкое вторжение в Польшу, а уже 17 сентября польское правительство убежало из страны. 9 апреля 1940 года вермахт напал на Данию. Оборона Дании продолжалась с 4 часов 20 минут утра до 6 часов утра. Больше часа. После чего король подписал капитуляцию. С 9 по 22 апреля 1940 года вермахтом оккупирована Южная Норвегия. Король Норвегии и правительство бегут в Лондон. 2-10 июня капитуляция всех норвежских войск. К 16 июня вся страна оказывается оккупирована. В результате проведенных мобилизаций к сентябрю 1939 года Германия имеет армию численностью 4,6 миллиона человек. 10 мая 1940 года Германия вторгается в Бельгию, Люксембург, а также Францию, с которой более полугода формально уже шла война. Вечером 10 мая 1940 года Германия оккупирует Люксембург. 14-15 мая 1940 года германские войска входят в Амстердам и оккупируют все Нидерланды. 17 мая 1940 года Брюссель занят гитлеровцами. 18 мая Гитлер подписывает декрет о присоединении Бельгии к Германию. 14 июня 1940 года германские войска вступают в Париж. 22 июня в Кампиенском лесу, в пригороде Парижа, в том же вагоне, в котором была подписана капитуляция Германии в 1918 году, был подписан акт о капитуляции Франции. Согласно условиям капитуляции, три пятых территории Франции были отданы под контроль Германии. В Центральной и Южной Франции был создан марионеточный режим Виши. С 30 июня по 4 июля 1940 года оккупация и аннексия Германии британских Нормандских островов. 10 июля 1940 года начало битвы за Британию. 16 июля выходит директива Гитлера о подготовке операций по высадке в Англии. 1 августа – директива о ведении воздушной войны против Англии. 27 сентября 1940 года – заключение Берлинского пакта между Третьим Рейхом, Италией и Японской империей. С 8 по 12 октября 1940 года Германия оккупирует Румынию. 1 марта 1941 года Болгария присоединяется к Берлинскому пакту и дает разрешение на использование своей территории германскими войсками как плацдарма для нападения на Югославию и Грецию. 6 по 17 апреля 1941 года Германия, Италия, Венгрия, Болгария и марионеточная Албания захватывают и расчленяют Югославию. 6 апреля 1941 года Германия с территории Болгарии вторгается в Грецию. 27 апреля германские войска входят в Афины. В самом начале третьего тома «Войны и мира» написано «12 июня 1812 года силы Западной Европы перешли границы России и началась война». С гораздо большим основанием эти слова можно отнести к 22 июня 1941 года. Промышленность, сельское хозяйство, сырьевые ресурсы, рабочая сила континентальной Европы, включая даже нейтральные страны, Швецию и Швейцарию, были поставлены на службу Германии. Около 10 миллионов квалифицированных рабочих, инженерно-технических специалистов, конструкторов, ученых Старого Света включились в трудовой процесс на немецких заводах, в конструкторских бюро и лабораториях. Немецкий «Вермахт» получил в Австрии огромное количество военной техники. Танки, самолеты, авиамоторы, бронемашины. В общей сложности за эти годы были получены порядка 10 тысяч танков, 12 тысяч авиамоторов, 9 тысяч самолетов и огромное количество, порядка 15 тысяч артиллерийских установок различного типа. На протяжении всей войны австрийская промышленность исправно снабжала немецкий «Вермахт» запчастями и боеприпасами. Следом за Австрией последовала Чехия с ее огромным военно-техническим потенциалом. Без чешской военной промышленности и чешских танков у немцев не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз. До самого конца войны доля чешских заводов в производстве танков оставалась весьма значительной. Промышленность Франции работала на фюрера ничуть не хуже, чем чешская и австрийская. Количество французских танков в «Вермахте» и вооруженных силах его союзников постоянно росло. Солидную долю самолетов «Вермахта» составляли французские истребители. Каждый восьмой двигатель на самолетах «Люфтваффе» был изготовлен во Франции. Во Франции немцы обнаружили в хранилищах запасы нефти, достаточные для первой крупной кампании в СССР. А взимание с Францией оккупационных расходов обеспечило содержание армии численностью 18 миллионов человек. Этот вопрос напрямую связан с поиском причин нашего поражения в июне 1941 года, потому что есть версия о том, что у Сталина регулярно, и это действительно так, ему регулярно поступали донесения о том, что Германия готовится напасть на Советский Союз. И возникает вопрос, почему Сталин не реагировал на них или не реагировал должным образом? Значит, здесь есть несколько моментов, которые хотелось бы осветить. Первый момент. Соответственно, с секретными приложениями, которые были рассекречены в 89-м году к Пакту Молотова-Рементропа, мы договорились разделить сферы влияния между Германией и СССР. Поэтому Сталин, когда видел, что немецкие операции не выходят за рамки этого секретного приложения, он говорит, ну все попало, мы же договорились, все, мы действуем. Дальше, что касается угрозы нападения Советского Союза. Да, Сталину поступали эти сведения, но их было очень много, они были разрозненные, часть из них была неполная. В разведке есть шаблон, по которому проверяется достоверность этого источника. И когда доказали Сталину, там все делали пометки, люди пристраховались, говорят, что вот мы не полностью доверяем, но мы не можем не сообщить. И Сталин просто приходил в бешенство, ребят, ну что такое? Ну когда на нас нападут, не нападут? Если нападут, то когда и где, как ждать нападения? То есть у него до самого последнего момента не было четкости и ясности, когда будет, какими силами и так далее. Поэтому говорить о том, что Сталин совершенно не обращал на это внимание, нет. Он как раз таки обращал на это внимание. И доказательства того, что он постоянно получал. Если бы он не хотел обращать внимание, он бы сказал, мне не нужны эти сведения, отпразделяйте их там в другое место. Он их постоянно получал. По метке, которую он оставлял на полях этих документов, говорят, что он их внимательно читал. Он делал колоссальную работу. Он действительно пытался угадать, но не получилось. И самый последний момент. Когда уже за несколько часов до нападения уже была более или менее достоянина информация, Сталин дал команду готовиться к отражению. Но другое дело, что эта команда слишком долго шла. Не было тогда современных систем связи. Люди работали, она слишком долго шла. Потом командиры, которые получали то, у нас же договор не на падение. У них тоже... Ну, а они приводили свои части в состоянии боеготовности, но это уже было запоздало. Но Сталин запоздал, но отреагировал. Что касается Риха до Зорги, да. Но его сообщение было в числе вкупе от других. И он, ну, откуда... То есть, и даже он спрашивал различников, привет, мы можем доверять. Одни говорили, да, другие говорили, а может быть, это Зорги достал то, что ему казалось достоверным, а вдруг это дезинформация. Это все очень сложно, потому что Сталин не хотел выглядеть агрессором. Он хотел выглядеть жертвой при нападении, но подготовленной жертвой, понимаете? Вот этим все выясняется. Поэтому говорить о том, что он не обращал на это внимания, совершенно нельзя. Он обращал внимание, но это была сложная шпионско-дипломатическая игра, которую мы на тот момент проиграли. Потом другие шпионско-дипломатические игры Великой Отечественной войны мы выиграли. Оккупированная Европа пополнила германскую артиллерию почти 40 тысячами стволов. Это ненамного меньше, чем имела армия вторжения 22 июня 1941 года и почти втрое большее количество орудий, поставленных для СССР по Ленд-Лизу. Одной из фундаментальных причин военных успехов Вермахта на начальном этапе войны против СССР была высокая мобильность его моторизированных частей. Доля негерманских машин доходит до трети. Подавляющее большинство бельгийских, голландских, датских, норвежских и польских грузовиков досталось немцам, обеспечив мобильность Вермахта. На начало Великой Отечественной войны из 209 немецких дивизий 92 имели автомобили либо трофейные, либо сделанные во Франции. На предприятиях Рено с конвейера бесперебойно сходили грузовики для Вермахта. Еще 350 тысяч грузовиков и автобусов Вермахту поставили австрийские заводы. Однако ни количество, ни качество военной техники не имели никакого значения без людского ресурса. Вермахт нуждался в большом количестве солдат и офицеров. И этих солдат и офицеров Гитлеру поставили его союзники по европейской коалиции. Такие государства, как Италия, Испания, Словакия, Хорватия, Финляндия, Румыния, Венгрия, послали непосредственно свои воинские соединения на Восточный фронт. Кроме того, в составе армии Гитлера воевали в качестве добровольцев. Представители таких национальностей, как латыши, латвийцы, эстонцы, чехи, французы, голландцы, бельгийцы, датчане. К 22 июня на границе с Советским Союзом были сосредоточены 25 дивизий и 16 бригад таких государств, как Финляндия, Венгрия и Румыния. Их состав от общей армии вторжения был примерно 20%. А к концу июля 1941 года, когда в войну вступила Италия, в общей сложности союзнические войска составляли до 30% гитлеровской армии. 22 июня 1941 года вместе с Германией Италия объявила войну Советскому Союзу. Муссолини подготовил и направил три дивизии для вторжения в советские пределы. Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. Венгерские части вступили в войну в составе пяти бригад. В апреле 1942 года на Советско-Германский фронт была направлена 2-я венгерская армия в составе девяти пехотных и одной танковой дивизии. Яростное сопротивление венгерские войска продолжали оказывать в Трансильвании и Восточной Венгрии вплоть до самого окончания боевых действий на территории Венгрии. Румынские союзники Гитлера направили на Восточный фронт свои сухопутные войска, танковую дивизию Великой Румынии и специальную авиационную группировку. Во время войны трудно было судить о количестве представителей разных национальностей в вермахте. Но это легко сделать, исходя из данных о составе пленных, оказавшихся в СССР после войны. Из общего количества около 3 миллионов 770 тысяч основную массу составляли немцы и австрийцы, около 2 миллионов 550 тысяч человек. Около 800 тысяч человек – это представители наций, объявивших Советскому Союзу войну. Но почти полмиллиона человек – это французы, бельгийцы, чехи и представители других наций, не объявлявших войну СССР. На рассвете 22 июня 1941 года Германия начала войну против Советского Союза. Перед нападением на СССР третий рейх достиг зенита своего могущества. Гитлеру удалось создать мощное государство с полностью сложившимся государственным аппаратом – карательной машиной. Армия Германии не знала поражений. Экономика эффективно решала все поставленные перед ней задачи. Народ был сплочен идеологией НСДАП. Она была полностью принята всем народом. Кроме того, в орбиту агрессивных устремлений Гитлера были вовлечены материальные и людские ресурсы континентальной Западной Европы. За четверо суток после нападения немецкие танковые соединения прорвались в глубину до 250 километров. В итоге боевых действий с 22 июня по 9 июля противник продвинулся на 550 километров, занял почти всю Белоруссию и вышел к Днепру. Начальный период войны закончился для СССР фактически разгромом. Вооруженные силы понесли большие потери, главным образом в боевой технике, особенно в авиации и танках. Германская авиация сумела в первые же часы войны уничтожить на аэродромах и в парках большую часть самолетов и танков. Поэтому господство в воздухе осталось за противником. На первый взгляд все шло по плану, разработанному в гитлеровской ставке. Отступающие с тяжелыми боями советские войска попадали в окружение, несли большие потери и фронт откатывался все дальше на восток. За 18 дней противник захватил большую территорию, на которой располагалось 200 складов с горючим, продовольствием, боеприпасами и другим имуществом. 28 советских дивизий были полностью разгромлены, а еще 72 дивизии потеряли свыше половины своего состава. Потери оружия и боевой техники были очень велики. 6 тысяч танков, 9,5 тысяч орудий, около 12 тысяч минометов, не менее 3,5 тысяч самолетов. Это был разгром. Но, как показал опыт, нападение на СССР оказалось катастрофой для агрессора. Последствия разгрома были преодолены за 2-3 года, а Германия и ее союзники были повержены в прах. В своей пропаганде Гитлер очень активно использовал идеологические основы. Он кормил мифами свой народ и свою армию. Но подавляющее большинство его мифов развеялись в первые же месяцы войны с Советским Союзом. Первым рухнул миф о так называемом Блицкриге. Ему не удалось захватить Советский Союз до наступления холодов. А с наступлением холодов его танки не ехали, а смазка в автоматах просто замерзла. Вторым рухнул миф о непобедимости немецкой армии. Ее остановили здесь, на этом месте, на подступах к Москве. Следующим мифом было желание видеть советский народ, который предаст свое руководство, свою родину. И сразу встанет на сторону нового порядка. Однако этого не произошло. Советские люди сплотились вокруг руководства страны и отразили нападение неприятеля. Гитлер был уверен, что народ в СССР мечтает об избавлении от колхозного строя и что колхозники примут немецкого солдата как избавителя. Оказалось, что немецкого солдата принимают не как избавителя, а как захватчика, оккупанта. Кстати, на оккупированных территориях немцы с удивлением обнаружили эффективность колхозного способа производства и не стали его упразднять. Более того, они сохраняли колхозы, зачастую с теми же самыми председателями и структурой. Был развенчан миф о курице в котелке каждого немецкого рабочего. Вместо этого рабочий получил суп из брюквы и широкий спектр всевозможных эрзатцев. Правда, благодаря безудержной эксплуатации рабочей силы и ресурсов на оккупированных территориях в Европе и в СССР удалось оградить массы немцев от тягот времен Первой мировой войны. Голода не было. Но среди народа начался разброд, шатание. И не только среди народа. Это коснулось и высших военачальников. Последовала череда отставок и опал, систематически сменялись командующие армиями и фронтами. С самого начала правления Гитлера многие потомственные аристократы не признавали власти выскочки бывшего ефрейтора. Составлялись заговоры, ставившие целью устранения Гитлера не потому, что он развязал войну с СССР, а потому, что он плохо ее ведет и терпит поражение. Участники этих заговоров были безоговорочно за Гитлера, пока он побеждал. Была попытка убить Гитлера во время его полета на самолете из главной ставки в Восточной Пруссии в Берлин. Офицеру из его свиты под видом двух бутылок коньяка вручили взрывные устройства. Бомбы должны были разорваться в воздухе. Но адская машина вдруг почему-то не сработала. Другая попытка – устранение Гитлера, которое взял на себя начальник штаба резервной армии вермахта полковник Штауфенберг. Часто присутствовавший на разных деловых встречах, проводившихся Гитлером в главной ставке, он хотел убить его прямо на совещании. 20 июля 1944 года Штауфенберг прибыл на совещание с портфелем, в котором находилась бомба. Поставив его на пол в двух шагах от Гитлера, полковник, сославшись на то, что ему нужно срочно позвонить, покинул здание, где шло совещание. Когда случился взрыв, он сразу же отправился на аэродром и вылетел в Берлин к другим заговорщикам в полной уверенности, что Гитлер убит. Но Штауфенберг ошибся, и эта ошибка стоила жизни ему и двум сотням его товарищам. Случилось так, что один из офицеров, находившихся на совещании, задвинул мешавшийся под ногами портфель под стол, на котором были разложены карты. И массивная крышка стола фактически не дала заговорщикам изменить ход истории. При взрыве фюрер получил лишь легкие ранения, сотрясение мозга, травму правой руки и барабанных перепонок, ожоги на ногах, тогда как четверо других присутствующих были убиты, а остальные 18 получили более тяжелые ранения. Заговор военных был жестоко подавлен, а его участники уничтожены. Те, кто на нее покушался, они не были профессионалами. Гитлеру просто везло, никакой здесь мистики нет. Ну, просто так бывает. Самое громкое покушение, это когда взорвали пивную, там человек ошибся со временем. Гитлер просто не... бомба сработала гораздо позже, Гитлер уже уехал и так далее. Вот, просто этим занимались не профессионалы. У одного там пистолет заел и так далее. Никакой здесь совершенно мистики нет. Что касается общества Тули, вот, и институт Ананербе, вообще в целом организации Ананербе, институт Ананербе по-разному называют организации, институт не имеет никакого значения. То, тут, первое, идеологически. Нацистам было крайне важно наглядно продемонстрировать своим сторонникам и тем, кого не хотели сделать своими сторонниками, если не получалось их уничтожить, связь между Третьим Рейхом и славным арийским прошлым Германией. Всесильная сталинская разведка хотела и могла использовать для убийства фюрера его личную подругу Ольгу Чехову. В целях организации этого покушения Ольга и ее хороший знакомый князь Радзивилл, который тоже находился на связи с НКВД, должны были обеспечить доступ агента-убийцы к самому Гитлеру. Это было возможно. Чехово входило в круг знакомых Гитлера, а Радзивилл был в хороших отношениях с Герингом, который любил охотиться у него в литовском поместье. Но Сталин вдруг запретил Судоплатову, главе разведывательного отдела НКВД, осуществлять эту операцию. Когда наступил окончательный перелом во Второй мировой войне, необходимость в ликвидации фюрера уже отпала. Одержать победу требовалось именно над гитлеровской Германией, а не над обновленной Германией какого-нибудь Штауфенберга. Устранение Гитлера устроило бы и многих в высших эшелонах власти. В Германии на самом высшем уровне крепло стремление заключить с союзниками СССР сепаратный мир. Это стремление находило понимание у властей Англии и США, но для заключения сепаратного мира было необходимо устранение Гитлера. Народы Англии и США смели бы тех своих руководителей, которые сели бы за стол переговоров с фюрером. Неожиданностью для Гитлера было и сильное сопротивление в, казалось бы, покоренных странах. Беспрецедентный размах приняли действия партизан в Югославии. Обычные для немцев карательные операции не помогали. В Югославии разгоралась настоящая война. Были задействованы войсковые соединения вермахта, снимаемые с других фронтов. Это не только снижало боеспособность вермахта, но и разлагающе действовало на солдат и военачальников. Они не понимали, что происходит. Как такового сопротивления на севере Европы не было. Были отдельные акты саботажа, нападения на солдат. На территории Франции Деголь создал организацию «Сражающаяся Франция». Однако ничто это какого-то радикального влияния на ход войны не производило. Сильные изменения в ходе войны произошли только после побед под Сталинградом и Курском. Тогда стало очевидно, что Красная Армия обязательно победит. И это не устраивало руководство Англии и Америки. Они, конечно, хотели победы над гитлеровской Германией, но не ценой захвата Советским Союзом всех земель, которые оккупировал Гитлер. В результате Черчилль и Рузвельт решили вмешаться в войну активнее. Боевые действия союзников СССР по существу начались в июне 1944 года высадкой англо-американских войск в Нормандии, на севере Франции. Им противостояли силы в несколько раз меньше, чем те, с которыми дралась Красная Армия. До этой высадки и начала боевых действий на суше они ограничивались в основном нанесением бомбовых ударов. Точнее, в конце 1943 года, после Курска и Сталинграда, когда перелом в ходе войны стал очевиден, войска союзников высадились в Южной Италии, и там шла вялая война, потерь с обеих сторон было мало. Это видно из того, что германские войска в Италии капитулировали только 29 апреля 1945 года, за четыре дня до того, как Красная Армия замкнула кольцо окружения вокруг Берлина, и положение немцев стало окончательно безнадёжным. Говоря про участие союзников в общей борьбе, необходимо сказать о Ленд-Лизе. Ленд-Лиз – своеобразная программа кредитования союзников США посредством поставки техники, продуктов питания, оборудования, сырья и материалов. В ходе войны в СССР по Ленд-Лизу были поставлены тысячи тонн грузов. Цифры впечатляют, но в целом доля ленд-лизовской продукции в общем объёме произведённого в СССР составляет 4%. Следует также иметь в виду следующее. Подавляющее большинство техники, оборудования и материалов было поставлено в СССР в 1943-45 годах, то есть уже после переломов в ходе войны. Более 70% поставок по Ленд-Лизу пришлись на 1943-1945 года. А в самый страшный для СССР период войны помощь союзников была не слишком заметна. Нападение на СССР со всей очевидностью проявила сущность политики НСДАП и Германии. В захваченных странах континентальной Европы эта политика состояла в использовании материальных и людских ресурсов страны. В СССР дело обстояло принципиально иначе. Главным были не ресурсы, а уничтожение Советского Союза как единого государства. Еще до нападения были разработаны планы расчленения СССР на десяток мелких псевдогосударств. Число русских в них должно было быть сокращено до самого минимума для того, чтобы больше никогда не возникало идеи воссоединения этих территорий. Гитлер изначально знал, что он воюет не с Советским Союзом, а с Россией. Из приказа Гитлера. Война будет продолжена, если Вермахт на третьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России. При этом, безусловно, десятки миллионов людей в России умрут с голода, если мы заберем все для нас необходимое из страны. Прямое уничтожение населения России нецелесообразно экономически и политически. Оно трудноосуществимо и технически. Если лишить это население питания, то сэкономить продовольствие может быть использовано для питания немецкой армии и немецкого населения. Кроме того, это будет способствовать уменьшению избыточного населения России. Голод населения должен был стать неотъемлемой частью оккупационной политики. Уничтожение медицинской помощи, возможности отдыха, образования и другие подобные меры устраняют лишнее население гораздо более эффективно, чем прямое уничтожение. Интересен следующий вопрос. Где черпал Гитлер свои идеи, которыми смог увлечь многих немцев? Он, подобно многим своим соотечественникам, каким-то образом впитал в себя странную мешанину безответственных, пропитанных манией величия и идей некоторых германских мыслителей XIX века. Это и вера в германцев как высшую расу, прославление войны, завоеваний. Практически весь народ поверил Гитлеру и был готов пойти за ним. В этом была сила и одновременно слабость Третьего Рейха. Сила проявилась в консолидации народа, в его готовности идти на жертвы. Слабость начала проявляться и стала определяющей причиной поражения, когда иссяк наступательный порыв, обеспеченный материальными и людскими ресурсами всей континентальной Западной Европы. Расизм, ставший идеологией государства, привел в конечном счете к поражению. Расизм делил единое человечество на сорта. В этом делении было много неопределенностей. Если русские – это нижайший сорт, унтерменши, то как объяснить их фантастическую силу духа, воинские доблести? Эти качества, по идее расизма, должны быть свойственны лишь высшему сорту – арийцам, которым немцев приучили причислять себя. До начала Великой Отечественной войны эти вопросы не вставали. В ходе войны об этом стали задумываться все – от обывателей до генералов Третьего рейха. Неизбежным результатом таких шатаний мысли стало ослабление боеспособности агрессора. Кроме того, становилась все более очевидной бессмысленность продолжения агрессии. За что боролись и гибли немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, испанцы, французы и представители других национальностей, вовлеченных Гитлером в войну против СССР? Ответа не было. И это тоже уменьшало боеспособность агрессора. Возникновение, укрепление и крах Третьего рейха взаимосвязаны и являются проявлениями фундаментальных пороков мировосприятия многих людей, поверивших Гитлеру, воспринявших насажденную им идеологию. Экономические, военные и прочие обстоятельства вторичны. Безоговорочная капитуляция всех войск Германии 8 мая 1945 года была не только признанием поражения армии Третьего рейха. Она была крахом государства, его идеологических, политических и экономических основ, развенчанием всего того, чему поклонялся немецкий народ 12 лет. В 1945-46 годах состоялся Нюрнбергский процесс, международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Были признаны преступными организации СС, СД, Гестапо и руководящий состав нацистской партии. Были приговорены к смертной казни через повешение 12 главных нацистских руководителей. ГЕС был приговорен к пожизненному заключению, 4 человека были приговорены к длительным срокам заключения. Победителям хватило государственной мудрости не допускать ошибок Версальского мира и не унижать Германию. Правда, Германия была разделена на две части – на Западную Федеративную Республику Германия и Восточную Германскую Демократическую Республику. В обеих государствах началось строительство государств нового типа – в западной части капиталистического, в восточной – социалистического. Так или иначе, оба этих государства никак не напоминали уже Третий Рейх. В 1990 году оба государства объединились вновь. Однако это объединение, надеемся, никогда более не приведет к воссозданию былых империй. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»